Работа, как говорится, кипит. Строительство Усявинского рудника компании Уралкалий началось 7 лет назад. Отсюда калийная руда по ленточному конвейеру будет преодолевать путь в 6 километров на фабрику третьего калийного. Вот такие огромные сваи забивают в землю. После на них крепят металлоконструкции. В конце разместят конвейер, который накроют от дождя и снега. Сейчас на руднике также продолжается строительство главной колорифирной установки, административного здания, вентиляторной установки, галерей, эстакад, инженерных сетей и перегрузочных узлов. Основную работу будет выполнять скиповая подъемная машина – шахтный ствол номер один. Эта махина сможет поднимать за один раз до 30 тонн руды на гора. Это больше веса пассажирского самолета Ту-134. Скорость огромного лифта также впечатляет – 10 метров в секунду. Завершен монтаж и пусконаладочные работы под навеску канатов и скипов на стволе. То есть при окончательном монтаже надшахтного здания первого ствола мы можем вешать скипы, канаты и поднимать руду. Машины подъемные полностью готовы. А это шахтный ствол номер два, глубиной 422 метра. Он предназначен для подъема и спуска рабочих и грузов. Сейчас здесь монтируют 5- и 15-тонные подъемные машины. Для Усьявинского рудника закуплены современные модели, которые модернизировали с учетом пожеланий колейщиков. Подъемные машины немецкой компании «Зимак» – одни из лучших в мире. Собираются под пристальным вниманием шеф-инженеров из Германии. Управление подъемным комплексом и работа всех узлов машины автоматизированы. Оператору необходимо лишь следить за датчиками вот в такой кабине. По графику подъемные машины приведут в боевую готовность в следующем году. Планируем мы в ноябре месяце запустить эти обе машины. Также будет она в наладке определенное время, до тех пор, пока мы не сделаем переосновку КПРОВ. И потом, только когда навешиваем канаты и скипы и клетки, тогда и запускаем ее в эксплуатацию. Мы обязательно расскажем о том, когда введут подъемные машины в эксплуатацию. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.